Вестник Кавказ. Гия Саралидзе 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 Лучано Спалетти и его команда Конечно должны прибавить В следующих частях нашего Чемпионата. И думаю Что если у ЦСКА как раз будут осечки То Зенит безусловно будет бороться За чемпионство. Хотя думаю Что главная цель сейчас Питерского Куба это безусловно Лига Чемпионов. И здесь Вот перед Спалетти стоят главные задачи. Но сбрасываться счетов в чемпионат России они тоже не будут. Московская Динамо. Вот Наверное главное открытие Этого чемпионата сейчас. Последних туров. После того как из команды Команду покинул Божевич. Сергей Силкин Сотворил просто чудо. На мой взгляд. И вот на той базе Которой все-таки создал замечательный На мой взгляд и очень хороший тренер Из Черногории. Которого почему-то не задалось Все-таки в Динамовском клубе. Но вот эту базу он оставил Сергею Силкину Который смог воодушевить игроков Найти с ними общий язык. И Динамовцы заиграли с новой силой. И конечно последний матч Который я видел Это с московским локомотивом Показал что ну в великолепной форме Просто Динамовцы. Здорово. Хороший футбол Они показывали. Конечно Воронин Просто наверное Лучший игрок этой части Чемпионата. Безусловно. Просто Прекрасный футбол показывает Украинский легионер Московского Динамо. И во многом благодаря Его игре. Ну не скажу что Только его игре конечно команда Вообще в целом хорошо проводит последние матчи Но вот конечно Воронин Безусловно лидер. И со своими Лидерскими Задачами он справляется здорово Очень. Московское Динамо при Сергее Силкине мне очень нравится И посмотрим. Конечно Обидно наверное Динамовцам что именно В этот момент когда они набрали такой ход Месячный перерыв в чемпионате Что будет. Как пройдут сборы И так далее. Ну если будут работать Ребята Владинамовские Если все будет у них в порядке Я думаю они вряд ли должны потерять Этот вот победный настрой который у них есть Ну что касается Вот московского локомотива То на мой взгляд Руководство Руководители Этого клуба просто Сами себе вырыли яму И теперь не знают видимо как из нее выбраться Московский локомотив Который абсолютно на мой взгляд Правильно выбрал тренера Юрия Красножана Который замечательно поставил игру команде И который в начале в первых турах Локомотив был одной из лучших команд Безусловно показывавший веселый Красивый Атакующий Главное результативный И эффективный Футбол Но вот непонятная вот эта вот ситуация С якобы договорным матчем Который так и в тумане остался И Ольга Смородская Президент клуба Которая тоже Вроде подняла эту волну Но до конца она была Все равно не была доведена В общем на мой взгляд Абсолютная какая-то глупость Произошла в клубе Убрали хорошего специалиста С которым можно было связывать Будущее этого клуба Причем на несколько лет Потому что Красножан Вдумчивый специалист И показал уже в начале этого чемпионата Что может работать и со звездными игроками Хотя многие об этом сомневались Но вот эта глупость Теперь непонятно каким боком Выйдет локомотиву И что с ним дальше будет происходить Но последнее поражение Динамо со счетом 4-1 В общем ничего хорошего Не обещает клубу Да и вообще при Маминове Которому я с большим пиететом И отношусь И как к футболисту И как к специалисту Но вот неудачные эти игры Уже привели к тому Что клуб заявил Маминову О том что они ищут ему замену И в клуб придет новый тренер Кто это будет Как это будет по ходу Опять перестраиваться команда Для меня большая загадка Но разве что надежда на то Что чемпионат длинный И возможно удастся наверстать упущенный Хотя я сильно сомневаюсь в этом Ну и надо сказать наверное Об аутсайдерах Этого чемпионата На мой взгляд Ну не по Наверное турнирному положению Но по игре И по состоянию дел в клубе Конечно Московский Спартак На мой взгляд Это вот такое разочарование Этой первой трети чемпионата Пока ничего в клубе Не происходит такого Что все-таки вдохнуло бы жизнь И болельщикам показало бы Что их любимый клуб Возможно выйдет из той ямы В которую попал То есть такая нестабильность Свойственна молодому коллективу А коллектив действительно очень молодой Особенно с последними травмами Там 9 игроков перед одной игрой Было травмировано основного состава В общем конечно подкосило клуб И дальше как будут развиваться события Непонятно Карпин одно время Валерий Карпин главный тренер И президент клуба Был так на грани Ну не увольнения А в отставке Он оставался бы президентом Но ушел бы с поста главного тренера Но там несколько удачных игр В общем в итоге оставили Карпина На его должности Но ничего собственно серьезного не изменилось Я тогда и сейчас говорю Что наверное клубу для того Чтобы какой-то позитивный такой Получить толчок для развития Нужно было все-таки найти специалиста Который смог бы Вот как Сергей Силкин в Динамо Что-то новое привнести в команду Ну и внизу турнирной таблицы Спартак из Нальчика Крылья Советов Пока там не совсем определенно Кто будет главными претендентами на вылет Но вот если так посмотреть По первой трети То Нальчик наверное Крылья Советов Самарские Ну вот у них большие шансы Покинуть высший дивизион Посмотрим как будут развиваться события В остальной части нашего чемпионата Сейчас пауза В течение месяца Ну будем следить за тем Кто куда будет переходить из футболистов Какая трансферная политика Будет у клубов Ну и будем ждать возобновления Игр на Премьер-лиге российской А на Вестнике Кавказа Будем обязательно обсуждать Все то важное Главное Что будет происходить В нашем футболе Надеюсь Что это напрямую Будет связано именно с игрой А не с бананами Отставками И так далее Так что встретимся На Вестнике Кавказа 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 Вестнике Кавказа